Стрельцы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы с вами будем смотреть ваш терроскоп на июнь 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Первая колода у нас основная, это будет Dreaming Way Таро. И вспомогательная это у нас будет Dreaming Way Ленорман. Значит, для тех, кто впервые на моем канале, немножко расскажу, как будем устраивать с вами работу. Что мы будем делать? Мы с вами будем смотреть общую атмосферу месяца, а также те события, которые наиболее вероятно отыграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Единственное, на чем хочу сделать ваш акцент, что данный расклад общий, не может проиграться однозначно у каждого из вас, так как знак Зодиака у вас у всех один, а асценденты разные. Поэтому сопоставляйте по двум знакам, смотрите, который для вас будет прогноз наиболее актуален, по событийному ряду, как будет проигрываться. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. И давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. На самом деле шикарная карта, объясню почему. Потому что аркан, который указывает, в принципе, на семейное времяпрепровождение, семейные ценности. Карта, это, знаете, как провести время в кругу близких, друзей, детей, знакомых. Может быть, вопросы ностальгии. Встреча с одногруппниками, одноклассниками. Либо, в принципе, людьми из прошлого. То есть здесь, знаете, как окунуться в прошлое, чем-то насладиться, восстановиться, либо наполниться эмоционально. Но так как аркан у нас многогранен и может говорить о разных факторах и сферах жизни, мы сейчас его будем с вами дополнять. Что могу сказать? Ну, здесь как собрать какую-то информацию, которая для вас была знаковой. Например, какие-то документы, либо какие-то вещи мы не доделали. Либо какая-то информация с прошлого всплывет, которая вас заинтересует. Либо что-то в свое время вы недавно забросили, и теперь будете пытаться эту информацию восстановить. Кстати, для многих, еще по связке карт, это вопросы либо оформления наследства, либо вступления в право наследования. Поэтому для вас может отыграться и такова ситуация. Ну, а в целом же, если посмотреть на общую атмосферу, атмосфера легкая, яркая и такая динамичная. Что вас будет ожидать в плане работы? Ну, могу сказать, здесь работа просто море, работа кипит. Потому что это карта интенсивного взаимодействия с другими, в принципе, достижения планов, целей. То есть безработицы точно не будет. Я понимаю, что за исключением некоторых, потому что, повторюсь, вас слишком много, сотни тысяч, и для всех индивидуальной ситуации отыграться не может. Если вы неработающий пенсионер, то данный аркан указывает на ситуацию, что вот особенно импресс, либо вы будете выполнять роли заботливой мамы, бабушки, досматривать, возможно, свою мать, либо помогать своей матери. Либо же в целом это будут попытки каким-то образом работать на самого себя, либо саму себя. Потому что король жезлов в связке с императрицей, это попытки развить какое-то дело, свое хобби, творческий путь, творческий подход. Потому что, знаете, ну хоть какую-то реализацию, да, вот попытки. Причем, знаете, в большей степени отыграется для тех, кто занимается творчеством. Не важно, что вы делаете. Вкусно готовите. Не знаю, делайте какие-то эксклюзивные блесны. Вяжете крючком. Заплетаете косы, там, занимаетесь образованием детей. Все, что угодно. То есть это какие-то ваши навыки, которые вы захотите действительно не только развить, но и реализовать в плане монетизации. Если данный аркан, мы будем с вами смотреть относительно статуса соискателя, то карты однозначно говорят, что все шансы устроятся на работу. Причем, по связке карт, это под протекцией кого-то из ваших знакомых. Либо вы кому-то можете прилинуться из-за работодателей, и к вам отнесутся очень лояльно. Для тех же, кто является наемным работником, работа кипит, бурлит. Тут не идет вопрос о повышении зарплаты, повышении должности. Это просто, знаете, с каким-то энтузиазмом браться за работой. Кто-то, возможно, соскучился, кто-то для себя видит перспективы. Но карты говорят о том, что работы у вас здесь будет масса. Без работы не останетесь. Это факт. Для тех же, у кого свой собственный бизнес, это раскрытие возможностей, это новые договора, увеличение роста доходов, продаж, и в целом, ну, как выйти на новый уровень. Если будем смотреть с вами финансы. Здесь кардинальные перемены, вопросы трансформации. Давайте смотреть, что же здесь. Что будет, густо или пусто. По связке карт – это борьба. Борьба какого плана? Это не вопрос финансовых трудностей, это попытки каким-то образом сопоставить ваши доходы с расходами. Но в рамках этого месяца не получится, потому что слишком много задач будет у вас стоять на повестке дня. Посмотрим, какого характера эти задачи. Ну, по дураку. Траты на детей, траты на дорогу, поездку, переезд, на новое дело, ну, вложение во что-то новое. Это то, о чем вам говорят карты. Плюс для некоторых, ну, это единица. Давайте так, 2% из общей массы тех, кто смотрит данный расклад. Траты безрассудные. Потом будете себя за это корить. Но, в общем, в рамках этого месяца ваши расходы будут превышать уровень доходов. Поэтому это как акцент, чтобы это минимизировать, постарайтесь себя контролировать, либо не делать спешных покупок. Ну, например, как вариант, не знаю, вы там покупаете посудомоечную машину на страстях, а потом понимаете, что, допустим, по модели вашей кухни, либо она вам не подходит, или она вообще вам не актуальна. И, по сути, как бы вернуть вам ее некуда. Допустим, срок гарантийный может пройти, либо срок возврата. Либо какие-то еще нюансы. То есть, иными словами, это траты, вроде бы, которые и запланированы, но потом, когда вы вещи приобретаете, понимаете, что не было в ней такой необходимости, нужды, или, в принципе, это пока покупка не актуальна. Поэтому присмотритесь к этому моменту. Давайте смотреть, что у вас по здоровью. По здоровью рыцарь Пентакли. Здоровье нормальное, стабильное. Единственное, что у некоторых могут тревожить песочек, в почках может выходить. Но в целом, здесь никаких нареканий у вас нет. По рыцарь Пентакли все, что может произойти, это незначительное обострение каких-либо заболеваний, которые у вас были в хронике. В остальном же, карта не несет к себе с собой никаких нареканий. То есть, вы здесь выносливы, вы эмоционально стабильны. И самое главное, знаете, приток сил, приток энергии. То, что вам позволяет трудиться длительный период. По личной жизни. А вот здесь колесница. Рывок вперед, движение вперед. Ну, давайте смотреть. Во-первых, если на текущий момент вы свободны, это может быть знакомство в дороге, знакомство на расстоянии, через интернет. К чему оно приведет, это сейчас мы будем с вами прояснять. Семерка мечи, это вопрос неискренности. Либо вы закрываетесь и таите, хитрите, юлите, либо может закрываться и хитрить ваш партнер. Это первый момент. И здесь может быть еще появление партнера либо партнерши, который, в принципе, как бы, знаете, не свободен. Может это не афишировать, либо это скрывать. Поэтому вот такая вот ситуация. И для некоторых могут быть звоночки, как попытки бывшего, либо бывшей вернуться к вам. Для тех, у кого стабильные семейные взаимоотношения, либо вы встречаетесь, то рыцарь Пентакли, и, простите, колесница и паш Пентакли, здесь ситуативно говорят о том, что вы наоборот будете вкладываться в развитие вашего союза, в укрепление ваших отношений. Здесь проявление и заботы, и внимания, и совместная какая-то трудовая деятельность. И, в принципе, это попытки что-то здесь наладить, либо восстановить, то есть открыть для себя новые возможности. Для тех же, кто находится в нестабильных, качелеобразных отношениях, то здесь бег по кругу, ситуация, которая не меняется, и попытки устеть на двух стульях. Актуально ли это будет для вас? Продуктивным ли это будет для вас? Ну, могу сказать так, по шестерке мечей эта ситуация вам может надоесть. Да, для некоторых, кстати, здесь могут еще проиграться совместные поездки, переезды и так далее, но у тех, у кого ситуация любовного треугольника, она может говорить еще о том, что вам надоест. Надоест вот эта вот цикличность, бег по кругу, все без перемен, и вы просто захотите выйти из этих взаимоотношений. Так, что же у вас здесь в плане совета? А в плане совета девятка Пентакли. Во-первых, не сорей деньгами, мы с вами это обсудили, если будете делать знаковые покупки, несколько раз подумайте. И, в принципе, это акцент на то, что как бы время сейчас не тратить, а зарабатывать, приумножать. Поэтому раскрывайте свой потенциал, свои возможности, действуйте. Единственное, о чем может говорить Аркан, это вложение в себя в плане здоровья. Ну, давайте так. там нанять тренера, какие-то БАДы, витамины, пройти анализы. То есть, это то, что сделает вас выносливее, сильнее, лучше, красивее. Ну, то есть, это в большей степени, знаете, как акцент на себя в плане и внутреннего, и внешнего преображения. И здесь, конечно, не обойдется без обновления гардероба либо каких-то таких моментов по этому поводу. но могу сказать так, не переусердствуйте, иначе может сложиться вот такая ситуация. Хотя, я думаю, нас женщин вряд ли можно остановить, потому что там, где платье, там и сумочка, где сумочка, там и туфли, и понеслась. Так, ну, давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Во-первых, приоткрыть дверь в какую-то тайну, в какую-то завесу, углубиться в какие-то знания, новые возможности, новый опыт, то, что вам поможет преодолеть препятствия, и самое главное, как бы это странно ни звучало, внутренние блоки. Здесь по связке карт кто-то может углубиться в лозы психологии, дабы прояснить, что с вами не так, что у вас не получается, что не клеится. По арканам, кстати, здесь может кто-то брать уроки ораторского мастерства либо искусства. И еще такой момент, кто-то здесь может решать, в принципе, вопросы с документами, которые у вас будут связаны с пересвечением границы, то есть получение виз, как туристических, так и рабочих, либо вопросов выезда. Для кого не актуальны вопросы поездок, переездов, то вот эти вот арканы, это как преодоление внутренних блоков, сомнений и страхов, достижения цели. Тяжелым путем, тяжелым трудом, но самое главное, вы понимаете, куда вы открываете эту дверь. Вы к этому как бы длительный период стремились, и для вас это будет однозначно возможным. Тем более, что вы видите, на дне колода у вас пас жезлов, карта позитивных новостей и очень хороших перспектив. Поэтому действуйте, дерзайте, и однозначно все получится. Вот таким для вас выходит расклад. Жду от вас стрельцы обратной связи, как отыграется, либо как не отыграется. Для меня это очень значимо. Поэтому пишите, оставляйте свое мнение и свои отзывы. Для тех же, кого интересует мое обучение, либо мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои голосовые либо текстовые сообщения, и мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. А я же искренне вас благодарю за просмотр. Замечательного вам месяца и всех благ. До новых встреч!